В преддверии Дня волонтёра, который ежегодно отмечается в России 5 декабря, добровольцы Ставрополя готовятся к необычному и захватывающему событию – патриотическому ледовому балу. Это мероприятие постепенно становится ежегодной традицией в культурной и спортивной истории нашего края, поддержке развития добровольчества на Ставрополе, признание заслуг волонтёров разного возраста перед обществом. Сегодня участниками третьего этапа проекта стала молодёжь в возрасте от 10 до 35 лет. Учащиеся и студенты учебных заведений, члены волонтёрских организаций и объединений – те люди, которые вносят уникальный вклад в развитие нашего общества и Ставропольского края в целом. По доброй воле они становятся донорами, организуют экологические мероприятия, оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участвуют в организации различных событий, оказывают гуманитарную помощь и просто совершают добрые поступки. Это люди, которые называют себя волонтёрами. Я изначально хочу стать врачом с самого детства. Почему врач? Потому что это помощь людям. А пока я ничего сделать не могу, кроме как волонтёрство. И это мне приносит какое-то такое мысленное удовлетворение душевное, и поэтому я этим занимаюсь. Вообще, я уже два года являюсь волонтёром Ставропольского края, участвовала в больших таких каких-то мероприятиях. Но из таких самых масштабных, это, наверное, первое. Я такой человек, мне не безразличны какие-то такие моменты, связанные с людьми, с собаками вообще совсем. Хочется просто где-то постоянно участвовать. Захотела более помогать людям. Интересно. Люблю такое вообще. Команда проекта приглашает в патриотический ледовый проект детей и молодёжь в возрасте от 5 до 35 лет, относящихся к статусу членов семей участников и ветеранов СВО. Социально незащищённых граждан Ставрополя с целью творческой самореализации по виду спорта и фигурное катание на коньках. Удовлетворение интереса к участию в масштабных мероприятиях на льду. Для меня это не просто как какое-то увлечение, это такая отдушина, куда я могу приехать, где я могу забыть о каких-то своих проблемах. Здесь по большей части помогли люди, это поддержка, это с помощью шоу мы смогли показать, что со временем не то, что можно свыкнуться, а со временем ты понимаешь, что можно жить дальше. В постановке массовых танцевально-бальных номеров на льду принимают участие спортсмены-фигуристы. Члены сводного состава коллектива спортивного балета «Ано» – центр развития фигурного катания. По результатам проекта из числа волонтеров участников бала будет вновь сформирован новый состав ледового любительского театрального объединения, члены которого смогут продолжить свое развитие в дисциплине «Спортивный балет на льду» в составе детской и молодежной групп. Вообще это спортивный балет на льду, это новое направление в Ставропольском крае, вообще новое, во всей России новое. Там могут быть и элементы синхронного катания, и одиночного катания, и парного катания. И это действительно такой театр на льду, балет на льду, композиция, раскрытие этой музыкальной композиции. То есть целая прям история, которую мы должны показать. Под руководством профессионалов команды Центра развития фигурного катания ребята научатся не только кататься на коньках, освоят базовые элементы фигурного катания и все вместе подготовятся к масштабному празднику. Ледовый бал – это, конечно, торжественное общественное мероприятие, главной составляющей которого станет танцевальная программа. Поэтому каждому участнику бала предстоит познакомиться с бальной культурой, прикоснуться к традиционным духовно-нравственным ценностям, лежащим в основе русской истории и культуры, внести свой личный вклад в развитие патриотической культуры населения Ставрополья. В фигурном катании нет слова «стоп». Здесь есть всегда развитие, поэтому нет предела совершенству. И, конечно, такие ребята есть. Мы их учим базовым элементам – фонарикам, саночкам, цапелькам, выпадам, движению вперед, основному шагу елочному, так называемому. И, конечно, мы бы хотели, чтобы они учились еще и неким особым движениям, которых они пока еще не знают, но которые мы очень планируем, что они появятся с помощью нашей команды проекта, состоящей из тренеров, хореографов и инструкторов по фигурному катанию. Не бояться кататься, все равно, если упадешь, ниже льда не упадешь. Встать на коньки и научиться азам фигурного катания участникам шоу помогают тренеры. Как поделились ученики и волонтеры, они чуткие, отзывчивые, в меру требовательные, и к ним можно подойти с любым вопросом. Мне очень нравится, так как тут такой большой опыт нам дают, такой маленький промежуток времени тренерский состав просто вообще. Меня поддерживают и во всем соглашаются, радуются, когда у меня получаются какие-нибудь новые элементы, прыжки, вращения и так далее. Работа с тренером отличная, тренера молодцы, они обучают очень понятно и легко, всегда помогут, если что поднимут. Ледовое шоу реализуется командой автономной некоммерческой организации «Центр развития фигурного катания», ставшей победителем конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения средств краевого бюджета за счет субсидий на реализацию социальных проектов в Ставропольском крае в 2024 году. На самом деле проект наш открыт для всех добровольцев, тех, кто желает участвовать в нашем проекте, научиться азам фигурного катания, совершенствоваться в этом виде спорта, с тем, чтобы потом встать в большие танцевальные номера, соответствующие бальной традиции русского общества и выступить на итоговом светомузыкальном ледовом шоу.